всем привет сегодня поговорим об установке сборок linux на внешний жесткий диск я в частности собираюсь установить сборочку linux mint cinamon 18.1 на внешний жесткий диск чтобы я мог на ней работать с любого компьютера внешний жесткий диск у меня один терабайт вот значит первым делом что я делаю раздел так создать таблицу разделов вот ms dos применить вот создается таблица разделов формате ms dos вот видите тут написано все это дело ну а теперь создадим значит ну первый разделчик первый раздел значит у нас будет разделы давайте глянем вот не больше 30 гигабайт как я всегда и говорю сколько я линуксов не ставил больше 15 20 гигабайт они меня не занимали поэтому вот я сюда вставляю вот эту цифру добавить следующий значит раздел у меня будет я сделаю на 8 гигабайт потому что на компьютер может быть от двух до 8 гигабайт в принципе в подкачке поэтому я тут решил взять скажем так золотую серединку только здесь все на что обозначу его что это будет у меня файл вот подкачки linux все остальное пространство на своем внешнем жестком диске значит я помечу как расширенный раздел и нажму на волшебную кнопочку применить разметка закончена вот пожалуйста что мы имеем у меня осталось восемьсот девяносто там три гигабайта под все остальные мои нужды 400 гигабайт я выделяю под домашний раздел моего основного линукса вот я сюда его вставляю здесь прямо могу написать хотя при записи она сама всего летит ну ладно будет понятно вот применить и значит сделаю парочку разделов по 50 гигабайт на всякие мои скажем так пробы вот таким вот образом новый раздел новый раздел один еще один раздел еще на 50 гигабайт все остальное я значит помечу как кладовочку да еще один сделаем на всякий случай это скажем так для всяких разных пробных моих линуксов то есть на внешнем жестком диске я смогу установить раз два три четыре разных линукса и плюс у меня будет кладовочка на 400 гигабайт и плюс у меня будет еще кладовочка для винды для винды mpfs вот вот таким образом значит я сделал разметку своего внешнего жесткого диска мы нажимаем волшебную кнопочку разметка закончилась сейчас диск освежится и мы будем иметь вот такую вот картинку значит 30 гигабайт под корневой раздел 8 файл подкачки 400 гигабайт под домашнюю папочку плюс я еще смогу установить три разных линукса на три раздела еще каждый размером по 50 гигабайт что очень даже прилично и еще у меня останется кладовочка на 350 гигабайт для винды вот таким вот образом что теперь я собираюсь сделать поскольку я нахожусь на линуксминт санамон но у меня значит на двенадцатом разделе жесткого диска имеется значит установленный линуксминт 18.1 которую я хочу установить вот сюда вот сюда то я значит перезагружу компьютер и с линуксминт санамон 17.18.1 я значит установлю при помощи программы SystemBug вот сюда и вот сюда это значит сборку свою вот ну а там уже со временем я буду перебрасывать сюда свои там файлики какие ну и посмотрю что установить сюда значит ну что можем сразу попробовать сделать что управление флагами и вот этот раздел сделать загрузочным вот если даже у нас при установке линуксминт санамон 18.1 исчезнет ну мы его при помощи программы G-Parket опять снова восстановим то есть это более скажем такой надежный вариант то есть вот видите внешний жесткий диск который можно будет подсоединить к любому компьютеру с которого сможет загружаться флешка я делаю грубо говоря внешний жесткий диск большой флешкой но загружаемой или загружаемой операционной системы линуксминт санамон 18.1 значит на следующую часть ролика я значит вам буду показывать уже с раздела линуксминт санамон 18.1 откуда буду устанавливать все это дело на внешний жесткий диск вы можете скачать сборку с моего сайта сейчас давайте посмотрим вот сайт вот у меня имеется вот здесь или крок или мега можете пойти на крок без разницы зайти значит вот сборки от Алексея ну сделаю так чтобы лучше видно вот линуксминт санамон вот у меня есть 218.1 значит здесь вот эта папочка с видеороликами а вот собственно говоря сама сборка сама сборка она значит около 3 гигабайт 2.8 вот на ней скажем так установлено много чего поэтому нажмете на ней вот так вот скачать нажмете она спросит где отметите что в загрузках и вот пошло значит скачивание что рекомендую кто качает на линуксе или так далее вот нажать на паузу правой кнопкой копировать адрес ссылки идете в меню интернет угет и в угет нажимаете добавить ссылку здесь выбираете куда будете качать ну допустим там на рабочий стол вы решили ее закачать начать сразу ну дороги бога вот нажали и пошла у вас загрузка моей сборки чем хороши загрузчики больших файлов угет его можно во первых поставить из программы менеджера программ из синаптика можно поставить просто там напишите в коиске вот такое словечко вот она угет можете писать маленькими буквами установите и можно скачать в отличие от обычных вот этих файловых загрузчиков в броузерах если получается у вас что-нибудь какие-то неполадки в сети обрыв прервалась закачка вы там взяли починились когда значит у вас все это дело вы загрузились вы просто запускаете программу угет и с момента значит последней удачной скачки он скачивает пакетами маленькими он начинает докачивать вам этот ваш файлик нет такого что вы качали 90-95% сделали что-то там в сети случилось и вы все это потеряли нет именно тем и хорош что закачивает файлы больших размеров то же самое делают и качалки торрент файлов так что значит я сейчас загружаюсь на давайте посмотрим на вот этот вот раздел жесткого диска на двенадцатый раздел и с двенадцатого раздела я буду устанавливать себе мою сборочку вот таким вот образом итак я загрузился со своей сборочкой Linux Mint 18.1 и теперь я собираюсь установить эту сборочку на внешний жесткий диск сейчас я его подключу вот таким вот образом запустим программу SystemBug заведем наш парольчик в единичку подождем немного вот появляется копирование системы вот я и собираюсь сейчас скопировать мою настроенную рабочую систему значит на внешний жесткий диск вы можете скачать мою сборку записать ее на флешку запустить там SystemBug и сделать точно то же самое здесь я выбираю вот 30 гигабайт SDD внешний жесткий диск я пишу отсоединить крестик выбираю точку монтирования корень заголов потяну немножко ниже вот видно крестик теперь я собираюсь подсоединить swap файл то же самое зеленая стрелочка вот крестик есть крестик есть теперь вот пожалуйста опять таки отсоединить отмечаю как home раздел видите да крестиком у меня помечено три раздела куда будет идти установка для моей сборки linux mint 18 точка 1 64 битный с русским языком нажимаем на старт 16 37 ну и когда закончится я вам скажу сколько это заняло итак установка длилась практически ну 50 от меня 37 13 минут где-то хорошо теперь значит посмотрим g quartet вот в развернутом виде все это дело заняло 6,35 гигабайта теперь я попробую перезагрузиться обратите внимание вот флаг бут установлен если нет то управление флагами сделайте вот крестик вот здесь вот отметьте бут во многих случаях это облегчает загрузку системы итак я попробую перезагрузиться если что-то и стартовать именно со своего внешнего жесткого диска если что-то будет не получаться я вам скажу дальше что и как делать итак я загрузился с внешнего жесткого диска была длинная менюшка в которой ну методом научного тэка я выбрал загрузку жесткого диска с внешнего но попробуем вам это дело показать не уверен получится или нет ну давайте посмотрим вот такая вот была менюха и в этой менюхе я выбрал посередке Linux Mint 18 ценамон 64 бита вот он оказался на внешнем жестком диске вот этот красавчик вот он с него я загрузился попал на внешний жесткий диск что теперь мы будем делать теперь будем заниматься такими вот вещами ну первое вот еще раз удостоверьтесь у меня мой внутренний жесткий диск вот он видите ни одного ключика здесь не стоит если перейду я на внешний жесткий диск видите телефончики везде стоят то есть я нахожусь на своем внешнем жестком диске сейчас он называется уже SDB ну ему могут представиться самые различные названия системы и как ей удобно ну видите да то есть вот у меня домашний раздел 7,2 92 гигабайта всего лишь использовано а там много чего установлено слоп файл вот коренное отличие слоп файл вот оно 8 гигабайт а у меня на внутреннем жестком диске слоп файл на 4 гигабайта и видите ни одного телефона не стоит то есть ни один раздел не подключен то есть я действительно нахожусь на внешнем жестком диске и у меня еще имеется парочка разделов куда я смогу поставить еще дополнительно три линукса там настрой меню загрузки и так далее вот и кладочка для винды приличная ну а домашний раздел home на 400 гигабайт ну тут пишет 394 туда можно тоже много чего положить получится полноценный такой нормальный диск но требует поднастройки какой вот если я здесь все это дело возьму то у меня получится все видите сда 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 вот только вот может быть вот этот вот без сда а все остальное сда вот shift стрелочка вниз удалить shift стрелочка вверх удалить здесь напишу словечко е х т external внешний и тогда я все это дело уберу вот пусть всего так вот остается значит здесь я выберу вот его красавчика это я уберу чтобы не искал он больше пока другие операционные системы я обновлю обновлю ну вот даже два получил высоких красавчика ну давайте один его беру и сохраню пока там это дело дело делается я зайду в супер группу менеджер заведем парольчик посмотрим на эмуляторе а вот показывает всего лишь одно то что нам нужно хорошо и вот установить куда вот или на сюда на sdb установить загрузчик на внешний жёсткий диск sdb установить пусть устанавливает и так у меня внешний жёсткий диск автоматически стартовал появилась вот точно такая же вот менюшечка всего лишь с одним пунктиком в меню и подсказочка external внешний и я спокойно это загрузился значит практически меня это очень скажем так устраивает плюс у меня как вы помните на джепарт есть еще есть несколько свободных разделов сейчас покажу куда я могу установить еще парочку линуксов и создать нормальный меню загрузки перескакивать и перескакивать на любой из линуксов который мне понравился еще раз ваше внимание вот смотрите видите телефончиков нигде нет это мой внутренний жесткий диск а вот мой внешний жесткий диск на котором установлена система вот раз два три раздела по 50 гигабайт практически я могу использовать здесь также для разных линуксов плюс кладовочка на 340 гигабайт для винды и скажем так на 400 гигабайт для основного раздела линукса сюда я буду сливать уже без создания домашней папочки просто сборки этого линукса настраивать меню загрузки все будет работать нормально а так в принципе меня вот такая конфигурация на данный момент устраивает почему потому что я хочу вот здесь подзаняться изменениями на своем скажем так жестком диске внутреннем поубирать тут у меня получилось очень много всяких там программ а оставить там две-три операционные системы да и все вот а то уже много поднакопилось там и воиджер и дебиан и цинамон и писелинукс x-face и мэй там ну в общем много чего вот ладно значит практически я считаю что я вам так вот вживую показал как я делаю разметку внешнего жесткого диска такие я на нем создаю разделы а вы так можете уже допустим величину там и размеры ну разделов делать по своему вкусу а просто отталкивайтесь от того что для основной операционной системы линукс достаточно 30 гигабайт вот у меня полностью настроенный линукс минут 18 раздел 30 гигабайт а занял только 7 гигабайт с небольшим то есть запас прочности превышает еще где то раза два так что хватит скажем так надолго ну итак я перезагрузился со своего внутреннего жесткого диска вот видите телефончик где стоит на разделе sda а вот мой внешне жесткий диск тут вроде бы как все тоже телефончики проставлены но я попробую сейчас его отмонтировать здесь надо начинать по моему отмонтировать все разделы вот таким вот образом но это еще раз будет говорить что если все разделы отмонтируется то что я нахожусь именно на своем внутреннем жестком диске и плюс у меня на внутреннем жестком диске был своп файл 4 гигабайта так отмонтировать так отмонтировать отмонтировать вот 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 видите на диске на внутреннем который у меня сейчас активный я отмонтировать бы не смог мне программа бы сказала бы свое фе а коли все разделы отмонтируются значит я на нем не нахожусь и плюс у меня там был своп файл на 8 гигабайт а здесь вот видите 4 гигабайта проверяем еще раз вот sda ну попробуйте отмонтировать этот раздел невозможно вопросы есть вопросов нет вот таким вот образом значит я решил разметить себе свой внешне жесткий диск то есть с возможности еще установки на него трех линуксов это раздел по 50 гигабайт плюс значит разделчик будет домашний очень приличных размеров 400 гигабайт ну и не забыл и винде тоже три с половиной сотни гигабайт я для него выделил на всякие там программолины и так далее хотя в принципе по моим как говорится скромным понятиям мне бы хватило и 200 вот ну ладно значит не забывайте обязательно вот про флаги видите стоит флаг бут как их выставлять вот управление флагами и вот загрузочный сектор или бутовый флаг вот должен здесь вот так вот стоять чтобы система у вас нормально и корректно загружалась ну ладно я считаю что значит с вопросом о том как установить линукс 18.1 санамон на внешний жесткий диск я скажем так справился показал вам как установить на внешний жесткий диск что сделать проверить как поднастроить меню загрузки ну а дальше как говорится все зависит только от вашей фантазии какие операционные системы на него заходить и поставить я имею ввиду только линукс винда на внешние жесткие диски насколько мне помнится не встает ну собственно говоря я от этого не очень то и страдаю вот ну ладно всего вам самого лучшего здоровья успехов всяческих удач и до новых встреч